Еще один хороший способ почувствовать разницу между данными скоростями роста функций это не посмотреть на график, а посмотреть, сколько времени будет работать каждый из этих алгоритмов на такой абстрактной машине, которая выполняет ровно 10 девятой операции в секунду. Так, предположим, у нас есть 4 алгоритма. Первый из них на входе размера n делает n шагов, второй делает n лог n шагов, третий делает n в квадрате шагов и четвертый делает 2 в n шагов. И мы хотим посмотреть, как эти алгоритмы ведут себя при n равном 20, 50, 10, при n равном 100, 10 в квадрате, при n равном миллионе 10 в шагов, то есть и при n равном миллиарды 10 в девятый. Итак, первый алгоритм на каждом из этих входов отработает меньше, чем за секунду. То есть только при n равном 10 в девятый ему потребуется секунда, а при всех остальных n он отработает за какие-то миллисекунды. Алгоритм, который имеет время работы n лог n, тоже везде отработает за секунду, но когда n будет равно миллиарду, ему уже потребуется 30 секунд. Алгоритм со временем работы n в квадрате уже при n равном миллиону будет работать 17 минут, а уж при n равном миллиарду будет работать и все 30 лет. Ну, примерно, конечно же. С алгоритмом, который работает 2 в n, и все совсем печально. Уже при n равном 50 он будет работать 13 дней, а при n равном сотне его время работы будет равно примерно 10 в 13 лет. То есть, в общем, бесконечность. Никогда не дождемся мы, когда такой алгоритм отработает. Еще один параметр, который поможет понять нам как-то, как различаются эти функции, это для каждого из этих алгоритмов понять, при каком максимальном n его время работы уложится в 1 секунду. Вот для первого алгоритма это, конечно же, 10 в 9, поскольку у нас скорость 10 в 9 операции в секунду. Для второго алгоритма это 10 в 7, для третьего алгоритма это примерно 10 в степени 4,5. А вот последний алгоритм, менее чем за секунду, успеет обработать только входы размера не более чем 30. Теперь давайте вернемся еще раз, в очередной раз, к алгоритму вычисления чисел Фибоначчи и попытаемся все его операции разложить по косточкам. То есть, для каждой операции написать время работы в терминах у большого. Итак, создание массива. Создание массива размера n. Ну, это будет работать время примерно пропорциональное n. То есть, надо выделить кусок памяти. Это сильно зависит, конечно, от того, как это происходит на конкретной машине, но давайте так просто напишем вальяжно тета от n, поскольку все-таки надо составить массив n, возможно там обнулить эту память. То есть, за время пропорциональное n это произойдет. Присваивание происходит за константное время, то есть, тета от единицы. Следующее присваивание тоже тета от единицы. Дальше пошел цикл, в котором происходит n итераций. Соответственно, займут суммарно все эти n итераций время t, t от n. Ну, не считая того, что происходит внутри. Каждая операция внутри, это просто сумма и присваивание. Присваивание мы договорились считать, что это константная операция. А вот сумму давайте все-таки считать в данном конкретном случае операцией, которая работает за время пропорциональное n. Почему так? На самом деле, процессором, понятно, можно складывать числа небольшой длины за константное время, но давайте вспомним, что числа Fibonacci у нас растут довольно быстро. Поэтому числа Fibonacci довольно быстро перестанут помещаться в какой-нибудь стандартный тип. Соответственно, это просто будут длинные числа, у которых много знаков десятичной записи, и нам придется их складывать, ну, например, просто в столбик. Так, и у итого числа Fibonacci, ну, там, у n-ого числа Fibonacci, у него в двоичной записи как раз-таки, как мы доказали, не меньше, чем n пополам битов. Правильно? Чтобы сложить такие два числа, у которых там n битов, ну, надо их просто идти справа налево, как мы обычно в столбик складываем и складывать. Это делается за время пропорциональной их длине, то есть n. Поэтому мы и пишем здесь, что сложение происходит за время пропорциональной n, то есть θ от n. Ну, возврат результата — это константная операция. Итого, время работы, которое у нас получилось, у нас вот здесь θ от n, и так, θ от n, здесь θ от 1, θ от 1, θ от 1, константное время, вот эти двое, ребят, перемножаются, то есть у нас там n-1 итерация, и каждая итерация занимает время пропорциональное n, ну, и в конце тоже константное время. Итого, доминирующий фактор у нас это вот этот вот. Того, время работы нашего алгоритма пропорционально n квадрат. Резюмируем. Итак, мы ввели обозначение O большой и объяснили, почему в терминах O большого мы будем сообщать время работы наших алгоритмов. Как мы с вами заметили, это довольно удобно. Это откидывает много ненужных деталей, и в первом приближении время работы в терминах O большого — это очень хорошее первое приближение для времени работы. Оно говорит, с какой скоростью время работы нашего алгоритма растет и как оно будет изменяться с ростом n. С другой стороны, к сожалению, O символика заодно скрывает в себе некоторые факторы, которые вообще-то могут оказаться на практике важными. На практике важный алгоритм работает за время n в квадрате или 100n в квадрате, поскольку это вот 100 означает, что алгоритм работает в 100 раз медленнее. И когда нам сказали, что алгоритм работает O большой, а там в квадрате, мы не знаем, какая константа там скрыта. К счастью, почти во всех алгоритмах, которые мы будем рассматривать, скрытая константа почти всегда будет небольшой. Поэтому использование O символики вполне себе оправдано не только потому, что она в первом приближении хорошо оценивает, но еще и потому, что обычно это довольно хорошо отражает то, сколько реальной операцией будет наш алгоритм делать.